Это видео не относится непосредственно к теме веб-скраппинга. Оно про то, как автоматическим образом организовать работу с большим количеством экселевских файлов. Но поскольку веб-скраппинг обладает тем преимуществом перед традиционным социологическим инструментарием сбора данных, что повторять веб-скраппинг можно много раз за малый промежуток времени, то зачастую в результате веб-скраппинга накапливается большое количество экселевских файлов. Посмотрите в моей папке, в которой я складирую все файлы, связанные с веб-скраппингом с сайта FL.ru, накопилось много экселевских файлов. В предыдущем видео плейлиста я акцентировал внимание на том, что сохраняю файлы с названиями, включающими дату, в которую файл сохраняется. Теперь пришло время для алгоритма, который будет проходить от текущей даты вглубь веков и находить те экселевские файлы, которые еще не были агрегированы. Вот посмотрите, у меня есть один из агрегированных файлов, дальше еще будут агрегированные файлы. Так вот, этот алгоритм должен будет находить самый свежий агрегированный файл, оценивать, какие из исходных не агрегированных файлов еще не были агрегированы, ориентируясь на их даты, и агрегировать. Такая задача. Она решена в этом скрипте. Коротко рассказываю о структуре скрипта. Посмотрите, среди уже знакомых по этому плейлисту пакетов появился один незнакомый, неиспользованный пакет по S, как раз для того, чтобы оперировать с файлами, расположенными на жестком диске компьютера. В первом блоке я работаю с датами, а именно сначала узнаю текущую дату, отдельным шагом, не связанным с предыдущим, создаю модель календаря, прохожусь от текущего месяца вглубь веков по месячным, прохожусь от текущего месяца вглубь веков по месяцам и дням этих месяцев. Затем в полученный цикл внедряю блок для поиска файла, затем усовершенствую алгоритм так, чтобы он проходился вглубь веков не только по месяцам и дням, но если потребуется и по годам. Мало ли, допустим, я сагрегирую файл в октябре 2002 года, потом забуду про этот алгоритм и вспомню про него только в 2023 году. И в поиске предыдущего агрегированного файла за октябрь 2022 года мне придется открутить назад не только месяца, но и год. Но откручивая назад год, мне потребуется, возможно, перестроить календарь этого года, потому что год может быть високосным. Например, 2024 год будет високосным. Внедрить алгоритм из предыдущих чанков использования авторской функции cader, а потом еще и внедрить поиск неагрегированных файлов, потому что разумно, что по мере движения вглубь веков к предыдущему агрегированному файлу надо собирать все неагрегированные файлы. И после того, как они будут собраны и добавлены к предыдущему агрегированному файлу, можно будет удалить дубликаты, причем специальным образом, посредством метода groupby и сохранить как новый агрегированный файл. Теперь рассказываю о скрипте в деталях. В основе скрипта лежит работа с датами, поскольку даты присутствуют в названиях файлов с характеристиками конкурсов. Именно по этим датам алгоритм отбирает те файлы, которые еще не были включены в агрегированный файл. Файлы с характеристиками конкурсов и половину названия занимают даты. Даты присутствуют и в названии агрегированного файла, причем даты имеют стандартизированный вид. Например, седьмой месяц обозначается как 0,7. То же самое и с днем. Если бы здесь было бы не число 15, число 7, то оно тоже выглядело бы как 0,7. Активирую пакеты, обращаюсь к пакету date time. При помощи него получаю текущую дату и посредством индексирования раскладываю эту дату на первые четыре цифры, то есть год, следующие две — это месяц, следующие две — это день. Далее создаю модель календаря, опираясь на которую буду формировать даты для названия файлов. Раз. И по датам календаря буду двигаться глубоков. Модель календаря на базе дата-фрейма. Создаю пустой дата-фрейм. Создаю список, в который записываю номера месяцев с числом дней меньше 31. Причем записываю не числами, а как текстовые объекты. Именно по той причине, что мне требуется обязательно два символа в номере месяца, даже если это второй месяц, или четвертый, или шестой, или девятый. Цикл для прохождения по месяцам и формирования столбцов дата-фрейма. В диапазоне от 1 до 13, и 13 не включается, насколько верхняя граница. Здесь month — это число, потому что формируется проходом по диапазону с числами. Но в этой строчке я превращаю его в текст из двух символов. Если в объекте month превращенным в текст один символ, то он конкоренируется с нулем. Ноль и цифра месяца. Если же условие про один символ не выполняется, значит там два символа. Тогда month остается неизменным, но его тип сменяется на текстовый. Сначала проверяю, не февраль ли этот месяц, потому что если он февраль, то в феврале 28 дней. Итератор day формируется на основе диапазона от 1 до 28, потому что 29 не включается к верхней границе. Здесь day — это число. Здесь day — это текст по аналогии с месяцем. Та же самая команда, только в отношении day применяется. Формируются ячейки дата-фрейма в рамках столбца, носящегося к февралю. Причем индексы дата-фрейма формируются значениями объекта day, и, следовательно, индексы дата-фрейма, то есть наименование строго дата-фрейма — это тоже тексты. А столбцы, то есть месяцы дата-фрейма — тексты, поскольку вот эта команда выполняется. И содержимое ячеек формируется объектом day, то есть тоже текст. Еще одно условие на случай, если год високосный. Например, 2024 год будет високосным. Если год, переведенный в класс чисел, потому что исходно год — это текст, я его здесь перевожу в класс чисел. Команды int делятся на 4 без остатков — это как раз и есть високосный год. В таком случае следует добавить в февраль еще 29-й день. Тоже как текст. Следующее условие. То есть здесь было условие, является ли месяц вторым февралем, другими словами. Здесь альтернативные условия, если месяц принадлежит списку вот этому. И очевидно, что поскольку первое условие было про февраль, значит на самом деле вот этому списку. Если это условие выполняется, то есть другими словами, если в месяце меньше 31 дня и при этом он не февраль, потому что если бы он был февраль, то сработало бы это условие, значит day должен формироваться в диапазоне от 1 до 30. Включите. Снова такая же команда для превращения объекта day в текстовый с двумя символами. Снова такая же команда для формирования ячеек, столбцов, относящихся к месяцам, в которых 30 дней. И наконец, если месяц не февраль, если месяц не относится к списку, в которых менее 31 дня, значит это месяц, в котором 31 день. Значит объект day формируется в диапазоне от 1 до 31 включительно. И та же самая конструкция day превращается в текстовый объект с двумя символами и наполняются ячейки соответствующих столбцов. Месяц от 1 до 12 дней. В феврале, поскольку текущий год невисокосный, 28 дней. В апреле 30, в июне 30, в сентябре 30, в ноябре 30. Модель календаря готова. Начинаю строить алгоритм. Пока что научу его проходиться по месяцам, прошедшим с начала текущего года. То есть пока что мой алгоритм не будет заходить в предыдущие годы. Список этих месяцев. Формирую его на основе привязки к текущему месяцу, полученному из объекта today. Напомню, today вот он. Алгоритм должен заходить в каждый месяц, но в обратном порядке, начиная с 10. Для этого я создаю цикл for, в котором итератор j проходится по элементам списка, причем с начала до конца, а не в обратной последовательности. Но за счет того, что я добавляю к итератору здесь минус, а сам итератор превращаю в число, потому что элементы списка это тексты, я их превращаю в число, выводиться месяцы будут в обратном порядке, начиная с конца, с 10 месяца. Вот эта конструкция такая же, как эта конструкция. И она индексируется итератором j, переведенным в число со знаком минус, чтобы алгоритм проходился и по дням каждого месяца. Интегрирую внутрь цикла for с итератором j и еще один цикл for с итератором i. Причем логика работы интегрированного цикла такая же, как и логика работы исходного цикла. Только в этом цикле я обращаюсь не к списку месяцев, наступивших в этом году, а к списку дней активных в этом месяце. В 10 месяце активны все 31 день. Если был бы 9 месяц, то есть сентябрь, в нем не был бы активен 31 день. Он в модели календаря отсутствует. На его месте стоит not a number. Поэтому я обращаюсь к месяцу на текущие итерации, то есть к столбцу датафрейма. В данном случае к 10 столбцу обращаюсь, выбрасываю строчки, содержащие not a number. В 10 месяце это допустим не актуально, а в 9 была бы выброшена последняя строчка. После чего беру индекс оставшийся строчек. Для 9 месяца это были бы лейблы от 1 до 30. Эти лейблы по очереди записываются в итератор. Итератор превращается в число, сопровождается знаком минус. И та же самая конструкция, то есть список индексов, релевантных данному столбцу за вычетом строчек, в которых находится not a number. Эта конструкция индексируется итератором i, превращенным в число и сопровожденным минусом. В 10 месяце 31 день, в 9 месяце 30 дней. Давайте дойдем до февраля и убедимся, что в феврале алгоритм прошелся с 28 дня. Действительно, с 28 дня. Следующий блок. Перехожу к поиску агрегированного файла. Смотрите, эти строчки кода взяты из предыдущего чанка, а вот эти и эти добавлены в этом чанке. Во-первых, прописываю путь к файлу. У меня и скрипт, и файлы для агрегирования лежат в одной папке. Но у вас может быть по-другому. Это во-первых. Во-вторых, для того, чтобы тестировать в дальнейшем написанный скрипт, как вы увидите, потребуется менять пути к файлам. Поэтому путь к файлам я прописываю в явном виде. Поскольку у меня Windows, мне требуется менять одинарный слэш на двойной по причине экранирования, о котором я уже рассказывал в предыдущих видео по листам. Что происходит? В этой строчке всего-навсего формируется имя искомого файла. Это путь, который конкатенируется с названием файла. Название файла включает в себя дату, соответствующую текущей итерации, потому что здесь вставляется месяц текущей итерации, здесь вставляется day текущей итерации и достраивается имя файла. Здесь происходит проверка наличия файла в указанной папке, для чего используется метод exists пакета os. Если искомый файл находится на данной итерации, происходит выход из этого цикла. Ровно такое же условие и здесь, но оно уже относится к этому циклу. Оно нужно тоже для выхода из цикла. То есть это условие позволяет выйти из этого цикла, а это условие позволяет выйти из этого цикла. И дополнительно здесь принтится сообщение о том, что файл найден. 10-й месяц, 31-й день искомый файл, 30-й день искомый файл и так далее, пока не доходим до 12-го дня и обнаруживаем искомый файл, в названии которого присутствует дата 2022, 10-й, 12-й. Прекрасно. Ну, допустим, предыдущий агрегированный файл относится к предыдущему году. Значит, следует весь этот код обернуть в еще один цикл, позволяющий итерировать годы, что и происходит в чанке 2.2. Вводится новый объект year shift. Исходный он равен нулю. То есть нет сдвига по году. Вводится цикл while, который работает в случае, если year shift больше или равен нулю. Если year shift равен нулю, что происходит неминуемо на первой итерации, то объект month is for search формируется ровно так же, как он формировался в предыдущих чанках. Вот исходная эта конструкция. Но если на следующих итерациях оказывается, что year shift больше нуля, то объект, то объект month is for search формируется как все столбцы модели календаря. Что логично. Если алгоритм переходит к предыдущему году для поиска файлов, то он должен пройтись по всем столбцам дата фрейма, по всем месяцам модели календаря. И здесь вы видите ту же самую конструкцию, которую видели в предыдущем чанке. Но появляется и новая конструкция. Допустим, здесь условие не выполнилось, break не произошел. Соответственно, и здесь условие не выполнилось, break не произошел. Значит, попадаем в это условие. Оно обратное. Если исковый файл не найден, пользователь получает вопрос, хочет ли он искать файл в предыдущем годе. Команда input позволяет вводить пользователю специальное окошко в любой текст. В принтах и в качестве аргумента команды input указываю инструкцию. Если пользователь хочет искать исковый файл в предыдущем году, он нажимает enter. Если не хочет, нажимает любой символ, после чего нажимает enter. Дальше условие. Если длина этого объекта, куда заносится результат input, равна нулю, то есть, другими словами, если пользователь нажал просто enter, то к eRShift добавляется единица. Если же пользователь ввел какой-то символ согласно инструкции, после чего нажал enter, то есть не хочет переходить к предыдущему году, тогда eRShift принимает значение минус один. Если же это условие не выполняется, то есть искомый файл найден, тогда возникает выход и из цикла while. Давайте посмотрим сначала название искомых файлов, но давайте поменяем папку, в которой ищется искомый файл. Уберу отсюда нужную папку, выйду в папку уровнем выше. Там нет никакого агрегированного файла и в помине. Запустил тот чанк, теперь запускаю этот чанк. И вот появляется ожидаемое окошко, смотрите. Увы, агрегированный файл не существует в 2022 году. Хотите продолжить поиск в предыдущем году? Допустим, я хочу, нажимаю просто enter. Отрабатывает 2021 год, посмотрите, вот он отрабатывает. И снова ничего не нашлось, и снова вопрос. Допустим, я не хочу искать дальше и ввожу любой символ и enter. Все, алгоритм закончился. Но есть маленький нюанс. Уходя вглубь веков, алгоритм может встретиться с високосным годом. А сверху високосный год привязан к объекту today. Пожалуйста, високосный год привязан к объекту today. Но today сейчас располагается в невисокосном годе, в 2022 годе. Следовательно, мне нужно скорректировать этот код таким образом, чтобы он менялся внутри цикла в зависимости от того, к какому году этот цикл перешел. Для этого я формирую авторскую функцию, которую называю calendarModel без гласных букв. Def – команда, которая обозначает начало формирования авторской функции. Название функции, аргумент функции. Как я уже объяснил, вся эта конструкция с точки зрения выбора того, високосный год или невисокосный год привязывается к содержимому объекта today. Следовательно, он, этот объект, и выступает аргументом функции. Вот эта вся конструкция дублирует ту конструкцию, которая была выше, но только с подступом, потому что формируется тело функции. На один tab все это сдвинулось. И команда return, которая указывает, что должно вывестись. Вывестись должна модель календаря. Давайте проверим, как она работает. Для чего сначала сформирую функцию и запущу ее, подав в качестве today 1 января 2000 года. Смотрите, 2000 год был високосным, в нем было 29 дней в феврале. Теперь интегрирую мою авторскую функцию внутрь вот этого чанка. Интегрирую уже в чанке 4.1. Интегрирование происходит вот здесь. Всего-навсего возникает вот эта строчка, в которую я подаю год текущий, из которого вычитается величина ER shift. Напомню, что если пользователь хочет, чтобы продолжался поиск, то алгоритм попадает сюда. ER shift увеличивается на единицу, а исходно ER shift равен нулю. Таким образом, что здесь получается? Получается, что на итерации номер 0 ER shift равен нулю. Таким образом, год остается текущим. Но когда возникает итерация номер 1 по циклу while, ER shift уже равен единице. И тогда из 2022 вычитается единица. И получается 2021. И достраивается текущий месяц и день, но это не принципиально. Главное, что год поменялся и календарь уже будет сформирован в привязке к году. То есть он учтет, что какие-то годы являются високосными. Все остальное здесь остается так же, как было в чанке 2.2. Запустим чанк 4.1. Напомню, что сейчас я работаю в ситуации, когда в папке вообще нет эгрегированного файла. Поэтому его поиск он бесперспективен. Но посмотрим, как работает алгоритм. Я закомментил большинство принтов внутри этого чанка, чтобы они занимали меньше места. Оставил только важные принты. Итак, хочу продолжение, поэтому нажимаю Enter. Перешел к 2021 году. Перешел к 2020 году. И так далее. Ухожу в глубок веков. Ну, на самом деле, не хочу ухожу в глубок веков. Поэтому любой символ вставляю. Нажимаю Enter. Алгоритм закончился. Но и это еще не все. Заметьте, фактически сейчас я выступаю в роли разработчика. Если в предыдущих видео этого плейлиста я выступал больше в качестве исследователя, то сейчас больше в качестве разработчика. Найти эгрегированный файл – это очень хорошо. Но нужно же добавлять в него файлы, которые требуют эгрегирования. То есть исходные файлы с характеристиками с сайта fl.ru. Поэтому в чанке 4.2 я беру код из чанка 4.1 и добавляю в него вот эту часть. Попутно с агрегированным файлом я ищу и не агрегированные файлы, которые формируются точно так же, только у них в названии нет слова «агрегированный». Нет, слова «агрегированный». Если не агрегированный файл нашелся в процессе поиска агрегированного файла, потому что процесс происходит параллельно, то этот не агрегированный файл конкатенируется с датафреймом. Исходный этот датафрейм пустой. Постепенно в процессе поиска агрегированного файла этот датафрейм наполняется вот этими неагрегированными файлами. И как только находится ближайший агрегированный файл, алгоритм заканчивается, заканчивается, заканчивается. Вот здесь, перед тем, как выйти из цикла while, происходит конкатенация датафрейма df, в который записывались неагрегированные файлы, с агрегированным файлом предыдущим, который, собственно, и был сейчас найден. И происходит выход из цикла. Давайте проверим. Сейчас ничего не найдется. Потому что сейчас алгоритм обращается к папке, в которой нет агрегированных файлов. Вообще нет никаких файлов. Это вы уже видели. Выхожу. Поднимаюсь наверх, меняю путь, чтобы снова вернуться в папку, в которой есть агрегированный файл. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Запускаю этот чанк, чтобы возвращенный путь стал активен. Спускаюсь вниз к чанку 4.2 и запускаю его. Агрегированный файл нашелся. И вот итоговый деф, который включают в себя неагрегированные файлы. И последний агрегированный файл. 242 строчки. В этом датафрейме. Но в нем могут быть дубликаты. В предыдущих видео многократно использовался метод DropDuplicates. В данном случае использовать его опасно, потому что дубликаты здесь неравноценны. Строчки, соответствующие одному и тому же конкурсу, могут быть собраны в разные периоды времени. И очевидно, что более свежие строчки несут в себе больше информации, чем более старые строчки. Поэтому вместо метода DropDuplicates я использую метод GroupBy. Level 0 означает, что группировка происходит как раз по индексу. А метод First обозначает, что выбрать надо верхний из дубликатов. То есть, в моем случае, относящийся к более позднему замеру. Более близкому ко мне настоящему по времени. Другими словами. Да, нет дубликаты, но здесь только в демо варианте. А здесь записываю в df. То есть, фактически, df перезаписывается здесь. И сохраняется как новый агрегированный файл с привязкой к текущей дате за счет использования объекта TullDate. Все. Проверим, появился ли в папке агрегированный файл, соответствующий сегодняшней дате. Сортируем. Да, вот этот файл. Теперь, когда алгоритм будет запущен в следующий раз, весь этот алгоритм, он будет искать как раз тот агрегированный файл, который я записал сейчас. Прежде чем показать итоговый чанк, еще один нюанс. В чанке 2.2 я ввожу объект mat.is4.search, и этот объект дальше фигурирует в цикле с итератором j, и затем его содержимое заносится в объект мат. В отличие от чанка 2.1 и предыдущих, где сразу непосредственно вместо объекта mat.is4.search используется наступивший месяц текущего года. Возместил рядом два чанка, чтобы могли сравнить. Вот исходная конструкция, а здесь эта конструкция фигурирует в этой строке кода, заносится в mat.is4.search в случае если year.shift равен нулю. Если же year.shift не равен нулю, то эта конструкция вообще не участвует, а участвует сразу все месяцы года, и они записываются в объект mat.is4.search и дальше уже mat.is4.search и в заголовке цикла, и в этой строчке кода фигурирует. А теперь итоговый чанк. Очищаю весь output для частоты эксперимента, также удаляю коллегированный файл, который только что создал тоже для частоты эксперимента. Итоговый чанк включает активацию пакетов, создание объекта today, создание объекта path, создание авторской функции, код из итогового чанка с циклами, удаление дубликатов и сохранение в Excel. Запустил этот чанк, он отработал, поскольку у меня большая часть принтов закаменчена, лаконичная выдача, файл агрегированный найден и должен быть сохранен, действительно сохранен. Спасибо за внимание.